Друзья, дорогие, любимый, добрый день! С наступающими вас праздниками! Вы знаете, когда последний раз выкладывала видео, я писала, что буду орехи, готовить со сгущенкой, к Рождеству, а мы мне написали, дай лучше нам, пожалуйста, рецепт пирогов постных, чем сегодня будем заниматься. Пироги вкусные действительно, в них нужно минимальное вложение средств, там нужно просто секретики знать некоторые. Испечете, вся семья будет довольна, а средств особо-то не потратите. Обязательно напишите мне спасибо и поставите лайк. В общем, начинаем. Итак, 250 грамм горячей или такой горячеватой воды наливаем в дежу или в миску. Теперь для чего горячеватой? Для того, чтобы хорошо растворился сахар. Теперь сюда добавляем сахар и соль. Сахара 50 грамм. Соль и пол чайной ложки. И теперь нам надо все это растворить. Теперь важный момент. Здесь вода у вас была горячая, но в воду такой температуры нельзя добавлять дрожжи. Ждем, пока нашему пальцу в воде будет просто тепло. И только после этого продолжаем. Так, тесто у нас, ой, вода у нас остыла. Добавляем сюда 400 грамм муки. Я пользуюсь маковой, потому что там мука более сильная, но и белонежская тоже подойдет. Лаваш может не подойти, там совсем слабая пивка вина. Так, 400 грамм. Соль даже не просеиваю, ни опару никакую не делаю. Все равно получается прям хорошие блины. Дорогие. Пол пакетика, чайная ложка. Такая хорошая, щедрая. Дорожей. Теперь смотрите, можно вымешивать руками. У меня есть миксер стационарный, я уже буду пользоваться ими. Уже, простите меня, что у меня хлебушек стоит. И вымешиваем где-то 15 минут. Руками еще дольше будет. Просто приготовьтесь к тому, это вот один секрет здесь, что нужно хорошо вымешать. Я прям на таймере 15 минут, а может даже и 20 поставлю. В это время должна хорошо разработаться клейковина. Это даст нам возможность хорошо рассказывать пироги. Тесто не будет рваться. Клейковина хорошо будет укреплена. В общем, меньше слов. Смотрите, специально недомесилое тесто. Вот оно вот такое может быть. Видите, кажется, ну как с ним можно работать? Сейчас покажу как. Смотрите, вот оно вот такое вот. Его раскатывать невозможно. Смотрите, что сейчас будет. Вот его так, хоп. Отбиваете. 10 минут так подбиваете. Только муки не добавляйте. Видите, уже как оно собралось? Вы видите? Вот. И оно уже хорошее. Уже я его как бы домесила. Вот это важно. Если вы хотите пироги сделать именно тоненькими. Когда выпекаешь, я их прям разбирала по частям, чтобы полюбоваться. Там прям, знаете, тонюсенький слой теста. В общем, вот так. Начинка сегодня двух видов. Это пюре с жареным луком и грибной мукой. Грибная мука это сушеные молотые грибы. Прям в пудру перемолотые. И яблочное варенье. Варенье добавляйте чуть-чуть, потому что тесто тонкое в пирогах. И такое ощущение будет, если вы много добавите, как будто вы едите варенье. Ну что, друзья, начинается самая интересная, самая моя любимая часть. Припыляем доску. У меня специальная, специально просто отведенная доска для этого. Выкладываем тесто. Нам больше всего нравятся пирожки. В общем, масса теста на один пирожок 50 грамм. Я сейчас буду взвешивать. Хотите, можете не взвешивать. Сейчас покажу примерно, какой кусочек у вас должен быть. Делим. А, сейчас я взвешу, сколько всего теста весит. Чтобы знать, насколько мне его. Тут две порции. 950. 18-19 пирожков у меня. Теперь мне все их нужно вот так вот подкатать. Или вот так, если мне так не нравится двумя, хоть и быстрее. И выкладываем их недалеко друг от друга под пленочку. Можно даже и не подправлять ничего внутрь. Он и так хорошо катается. Вообще, знаете, что я поняла? Я пироги люблю настолько же сильно печь. Настолько же, насколько их есть нельзя. Если хочешь похудеть. Но в семье, в любом случае, буду я есть или нет, потому что один съем. В семье у нас половина худых. Их нужно кормить. Хорошо. Знаете, они вообще не выживут. Берем наш расстоявшийся кусочек. С двух сторон обминаем в муке. И чуть-чуть подкатываем. Не хотите подкатывать? Делайте руками. Раз. Два. Перевернули? Три. Четыре. Все. Даже не столько кладу яблочное варенье, сколько размазываю его. Иначе очень сладко получается. А картофельного пюре я прям щедрую столовую ложку. Положу. Защипываем аккуратненько. Так. Загнули. Перевернули. Вот яблочные. Они вот такие вот. Если вы любите много. Руками. Смотрите. А потом, если хотите совсем тоненький, то можно так. Картошка немножко подостула. Тогда они вообще как хичины будут. И тут еще подправить можно. Обжариваем пироги в разогретом растительном масле с двух сторон. Ну что, друзья. И вы только посмотрите, какая красота у нас получилась. Эти яблочные, а эти с картошкой. Пеките на здоровье. Приятного вам аппетита. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова